Сегодня я хотела бы с вами поговорить и немножечко так поиграть про историю козы в европейском искусстве Почему мы к этой теме обратились? Во-первых, потому что уже давно, работая с художниками первой и третьей двадцатого века, в частности с художниками Дешланды и делая проекты Дешланды Асами Ильича Митцев, я заметила такую законодательность Каждый еврейский художник, начиная с шага самого известного и пафосного и продолжая уже поздними, практически нашими современниками Вакцлава Матросин, работа которого я с удовольствием предоставила для нашей сегодняшней встречи, обращаются к Вадиму. Что это? Это национальная черта, это воспоминания о детских сказках или исследования религиозной традиции. Потом еще мы решили поиграть с Вадимом, все-таки год козы как-никак, тема назрела. И таким образом сегодня в нашей беседе, в нашем маленьком разговоре, не прошу не обращаться к этому как к серьезному научному труду, может что-нибудь и получится, и мы сделаем сами соответственно с вами выводы про данный интересный семантический вопрос. Если вообще говорить о еврейском искусстве, повторяю, я сегодня не буду циклиться на том, потому что еврейские художники, еврейская культура, вообще вся европейская культура, она выходит из последнего времени, начиная со Средневекового, она все выходит из Ветхого Завета, из Библии, естественно, еврейский текст и еврейское сознание, оно всегда будет присутствовать в любом произведении, литературно-художественном, это как красная нить на протяжении последних двух тысячелетий развития нашей цивилизации. Но именно с еврейской традицией связано основополагающее значение текста. Текст идет всегда, в первую очередь, главенствующую роль занимает даже в каких-то художественных произведениях, в иллюстративном материале, и он всегда представляет собой некий каркас информации, уже вокруг текста рождается некий образ и некое значение. Наиболее ярко текст и его информативное значение проявляется, естественно, в иллюстрациях. Это понятно, это логично и это не вызывает никаких вопросов. И когда мы опять возвращаемся к еврейской художественной традиции, это орнамент, это буквенное значение, это всегда, в первую очередь, текстовые и орнаментальные изображения на стенах синагог, это знаменитые и, наверное, одни из самых известных народных произведений еврейские над группой Мацевы, которых так мало осталось и которые мы знаем по фотографиям и по книге Гавермана, которая осталась в 50-е годы, следуя еврейские кладбища при Карпатии и Молдавии. Практически сейчас ничего этого не осталось. Последнее известное еврейское кладбище в Кобеляках большое, которое могло собой украсить один из памятников ЮНЕСКО в 90-е годы, уже после советской власти, был срыт бульдозером в одну кучу и просто оно уже больше не существовало, а это хрестоматильный материал. Здесь присутствовали как художники, как каменорезы профессиональные, так уже к концу 19-го, как и зловая традиция, что в надгробие отцов влезает сын. То есть, обращаясь опять к истории культуры европейского еврейства, мы видим, как честно соседствует культура и хронология, история и повседневная жизнь. Все, что связано с жизнью, с буквой, с орнаментом, это можно сделать как профессионал, так и каждый более-менее уважающий себя еврей, мужского пола. Женщины, конечно, этого не делали по ряду этических и нравственных причин. Как мы помним, почему мы говорим о тексте? Главная функция текста, она коммуникативная, естественно, он передает какой-то визуальный, стилистический, синтаксический и, естественно, как я уже и говорила, информационный код. В еврейской культуре это, я уже говорила, орнаменты, это буква, и буква присутствует всегда, и уже из нее рождаются какие-то образы. Почему я такое большое вступление сделала, чтобы было потом понятно, когда я буду рассказывать и о Лисицком, и о Каплане, и о том, насколько связано здесь информационное поле, и сознание, и переосмысление этого поля с самим художником. Что мы помним вообще из истории, из древней истории, о том, что такое вообще? Агнес коза помнит, потому что это всегда и в дохристианской культуре, и в еврейской культуре, и в Европе всегда существовало не только жертвенное животное. Оно было и у риков, и у ливенцев, и оно было у персов, и у филистимлян. Но именно в еврейском народе использование козы как агнес, как животное, которое используется в богослужении, жертвуется на алтарь, прослеживается на протяжении всех тысячных историй и еврейской религии. Может быть каза, как раз это отличное такое культурологическое наблюдение противопоставляется филистимлянскому быпу. Помните, графогениане, страшные язычники, с которыми боролся пророк Илья, я буду говорить общеевропейскими терминами, называть их наиболее, чтобы всем было понятно. Пророк Илья, помните, борется с жрецами Паала тем, что они своего быка предоставляют Богу. У Ильи нет ни одного, у него просто загорается по его молитве сухой хворост. Таким образом, английский бог является победителем бога языческого, но, опять же, противопоставляет большой, жуткий, страшный бык и тот маленький, тонкий, хрупкий коза. В самом начале этих книжек, в самом начале библейской истории на странице священной истории выходит Агнец как замена жертвы Авраама. Мы помним историю, когда Авраам услышал от ангела, испытывающего верность к Богу, что ты во знаменовании своей верности и своего служения должен сделать жертву. Упроеношение для древнего человека – это нормальное состояние. Соговор был на тебе, я тебе, я тебе голубь, и мне денежку. Я тебе голубь, и мне тогда овцы не будут гены. Ну, примерно здесь такое же состояние, кто такой… Авраама, я с вами прекрасно помню, он хозяин больших стат, кипиток огромного количества народа, естественно, так. Большой человек, он должен послужить Господу и своему народу. Поднимается на дерево, помним эту историю, и возьми своего сына. И, собственно говоря, зарежь его, и тем самым будет жертва Богу. Мы помним, как Авраам страдает, это его единственный сын. Мы помним, как тяжело он его достался. Старый Городжев в большом возрасте, когда появляется этот первенец. Не считая сына Агари, который был рожден Авраамом до этого, мы говорим именно о законном наследнике. Этот единственный законный наследник, который должен наследовать стада обычные и естественного народа, руководство народом, человек должен уничтожить. То есть он не уничтожает не просто сына, не просто свою любовь, он уничтожает все свое будущее, и будущее, которое он для себя решил. То есть это настолько страшная жертва. Ради любви к Богу он перечеркивает все свои планы, все свои события, то есть он настолько отказывается от себя. И в самый последний момент мы помним то, что прилетает Ангел, забирает, отталкивает Исаака, и вместо Исаака появляется тот самый Казан, тот самый Агриц. Потом в библейской истории, а простите, этот сюжет мы видим у всех классиков художественной культуры, и европейских, и здесь, и в Византии, и в России, иконография существует «Жертвоприношение Авраама». Самый любимый сюжет художника Возрождения, начиная от Манейка и заканчивая Бупусеном. Вторая самая известная история про Адмса, это мы помним с вами исход евреев из Египта, когда Моисей, как вы помните, подходил к фрауну, говорил, отпусти народ мой. Фрауну говорит, какую фибу вообще, должен их отпускать, они работают и работают, и дети нафиг. Хорошо, тогда будут те казни египетские, помните, эти 10 казней египетских сначала. Моисей сказал, не урожай, фараон сразу египет, иди сюда, помолись Богу, скажи, что ладно, я отпускаю, сделай мне урожай. Моисей ему верит. Господь, возвращая тучность поля к фараону, он говорит, тучность и тучность, ну, значит, все, не отпускаю. Потом начинаются еще всякие неприятные истории, мы можем это все почитать по Библии. И так до 10 казни, когда уже ангел Господень говорит Моисею, вот возьми, опять же, корову Агнца, то есть козу, и пусть все евреи намажут кровью Агнца, то есть неповинного Агнца казана априори, неповинного, никому что плохого не сделала, а то ты всю бибельскую историю режешь и режешь. И вот этой кровью неповинного неповинной козы намажут их косяки своих дверей, и тогда, когда здесь будет очередной перформанс, связанный с наказанием фараона, еврей так не касается. И тут же ангел Господень по Библии проходит по всем египетским домам, где не было крови этой самой замечательной козы, и умирают первенцами во всем Египте. Тогда уж фараон, естественно, перепугался, ну сколько же можно, у него же тоже как бы ребеночек был. Все, пошли нафиг, евреи, все, идите куда-нибудь, я вас больше не видел, забирайте своих хвост, детей, литерей, скарп пошли вон. И в основном ранее этого, благодаря использованию этой так называемой жертвы, существует замечательный праздник Песов, самый главный для евреев, а также здесь. поначалу евреи, которые сейчас в этом маце уже ничего не используются, но поначалу там использовалась опять же пластиня, частичка того самого Агнца. Это я вам процитировала замечательную книгу «Исход», где можно это все подробно прочитать, а вы, наверное, все это и знаете. Почему так пафосно мы начинаем? Очень хочется уже перейти к развлекательной части. На протяжении длительной истории все, знаете, как тут историки, филологии, об этом написана масса трудов, самым известным, наверное, трудом является книга «Пропа», «Пропа из исторической корни волшебной сказки». Все, что связано с фольклором, с детскими песенками, и в первую очередь с мифологией, является неким преосуществлением верований, преданий и больших религиозных возлин. К нашему с вами истории, которые мы здесь пытаемся продемонстрировать, в виде замечательных картин Анатолия Каплана, Майера Ксироды и иллюстрации Лисицкого, мы как раз видим то, как в сознании человека, в сознании творца, в сознании писателя, поэта присуществляется пафосная библейская история, присуществляется религия. Народ уже начинает забывать об истоках, которые послужили толчком к формированию этих сказок. «Казар» используется в еврейской культуре, как я уже говорила в первую очередь, в религиозных, как такой религиозный символ. Самым, наверное, известным является упоминание в книге «Текст о Казе», «Харгазе», которую Лисицкий и иллюстрировал в 19-м году, является классическим текстом из «Агады». Что такое «Агада»? Это одно из повествований, которые были написаны на арамейском языке. И «Агада» — это большая часть этого мудической традиции. В отличие от кодекса «Галахического», он несет некий такой бытовой смысл иносказательный, более облегченный. То есть здесь нет четких формулировок законов. Скорее, это параболы, это басни, иностранные аллегорические, гиперболические рассказы, шутки. И интересно, этим она отличается от других туктов буддических повествований. Естественно, «Агада» было написано так же, как и на арамейском языке. Как вы знаете, в 3-4 век до нашей эры, где-то до Россияни, кемлеи говорили на арамейском языке. Это был язык международного общения, вообще на Ближнем Востоке, как сейчас английский примерно. Или до этого в эллинистической культуре был греческий. Библия написана на арамейском языке. Как я уже говорила, и Талмуд был написан на арамейском языке. И во 2-ом веке как раз возникает эта замечательная часть Талмуда, Капавада, обучение человека, как провести свою бытовую жизнь, я уже сказала, в каких-то аллегорических формах. «Сказка о козочке» появляется достаточно поздно. Она уже появляется в конце 16 века. Это все возникает как дополнение к пасхальному молитвам, к пасхальному канону. Это 1501-е упоминание, уже книжное. Простите, я не упомянула, а это вообще изначально это устное предание. Естественно, любое устное предание, которое существует уже полторы тысячи лет к тому времени, когда был изобретен станок, оно модифицируется, изменяется, в каждом народе на каждом языке какие-то разночтения. Есть и на португальском языке, есть и на аравийском, и на иврите, потому что язык тоже переводится. и хат-гадья – это не аравийское значение, а значение ивли. То есть хат – это козленок, а гадья – один. Мы повторяю, опять же, мы вспоминаем юблейскую историю, и как раз завершающим с напением юблейского пасхального дня, пасхальной молитвы, является вот эта песня о козочке, детская песня о козочке. Была она впервые напечатана в 1590 году в Праге, узнай тогда, что Прага – это богемия, территория тогдашней Германии, была сосредоточением еврейской культуры. Там строятся синагоги, потрясающая совершенно богословская еврейская школа, там существует целая отдельная духовная традиция европейского еврейства, и, естественно, существует типография, где как раз эта агада и была написана. Сейчас я вам с большим удовольствием прочитаю замечательную сказку о козочке, в которой, собственно говоря, я делала столько много выступлений. И обратите внимание, построение этой сказки. Сказка еврейская, опубликована в середине Европы. И сейчас мы с вами увидим, каким какова параллель, очень близкое, кроме произведения, которое тоже нам известно с детства. Отец мне козлику купил, две целых зузы заплатил. Зузы – это оплата, где-то полнедели надо работать, чтобы получить эту зузу, нормальному, портному или сапожнику. Козлик – козлик. на иврите пишут, хат гаде, хат гаде. Здесь постоянно будет такое повторение, некое как по кругу. Но долго жил, недолго жил козленок мой, заблес его кочища злой. Отец мне сам его купил, две целых зузы заплатил. Козленок мой, козленок мой, врачу и в кровь, пес прибежал, кота у вечера стерзал, который горит, костыка задрал. Опять козленок мой, дубинка, не спросив, кто прав, свершила суд пса на коза за то, что он кота поел, который козлика заел. Опять коза – коза, отец мне сам его купил. Огонь дотла дубинку сжег, свалившую тупсину с ног, за то, что он кота настиг, который козлика заел. Отец мне сам его купил, журча, ворча, лак пойми – на хайк semana, ворча, и ворча. Да, ювайки сжег, шарел ли, иミл, а трущик на коза anybody, сам журча он на буй несериал. А экспiges для него и нように thomas ей отец мне сам его купил. Откplicу его зашли. Отказал, что ты делаешь сиюет, Отвела в могилу мясника, что на убой вала обрек, который выпил ручеек, гасивший яркий огонек, тот самый, что дубинку сжег свалившую тупину с ног за то, что он кота наел, который козлика заел, отец бы сам его купил, отнимет бог у смерти меч. По-моему, все очень ясно и удивительно узнаваемо филологически. А это ленивый толстый пастух, который бронится с коровницей строгой, которую дает корову без рогу, лепнувшую старым садом с хвоста, который зашипет лепет кота. Я помню, да, знаменитые сказки «Матушки Гусыни», народные английские, тоже такие же средневековые, которые Джонатан Слифт зафиксировал, который Собол Маршал перевел. Точно такие же сказки были в Германии, во Франции, и песенки детские народные. С одной стороны, мы здесь видим такое межкультурное трансформирование народного сознания, а с другой стороны, яркий пример продолжения мистической традиции в литературе. Сначала народная, а потом уже, как мы уже говорили, зафиксирована письменно, и с того времени, как только она письменно фиксируется, она уже не терпит никаких трансформаций и изменений. Интересна трактовка этого замечательного произведения. Я думаю, что если мы обратим внимание на то, что здесь висит, самым известным, естественно, известной иллюстрацией в мире, это является литография Лисицкого. Это в 1918-1919 годы он их пишет. Пишет он их в то время, когда всплеск и интерес к народной культуре происходит не только у евреев. Мы же помним, что происшествовало революциям, происшествовало изменения в архитектурном и литературном сознании. Это увлечение в каждом европейском народе собственной истории. Это и в России выражается в стиле люс, в берегинских интенциях руссконародной былины, это у немцев обращение к мифологии древних германцев, это и в Англии, это везде происходит. Но евреи как бы здесь не являются чем-то сверхудивительным культурологическим феноменом. Другое дело то, что именно начало XX века, конец XIX, да вот удивительное явление, как культура Идишланда, художественная культура Идишланда, сделанная людьми, воспринявшими бытовую культуру. И прекрасно помнившую свой язык, вышедший из этой традиции европейского еврейства, говорившего на Идиш и молившегося на Идите, и которая просто существовала до 1939-1945 года, которая была просто сметена войной. Все, что делали поколения после, делают сейчас, они не имеют никакого отношения к этому удивительному взрыву руссконарности. Шагал не мог родиться не в 1812 году, а в 1973-м. Ну, Шагал, как самый яркий черт, а то же самое проект Лисицкого. Лисицкий иллюстрирует Козью историю, будучи влюбленным в Полину Хента, в основном, это была дама в культурных кругах. И здесь он свою любовь, свое отношение, свое дрожание переносит на сакральный текст, как я уже говорила в самом начале, почему так пространно. Текст для еврея, для книги является каркасом всего существующего сознания. Он переносит историю на лист бумаги, опирая на текстовое семантическое изображение. И, глядя на эти изображения, мы понимаем то, что здесь текст трансформирует свое сообщение. Она вырабатывает новые, часто независчивающие изначально от вложенной информации. И уже изображение меняет иногда даже суть этой информации. Понимаете, да? Нет? Ну, мы это можем увидеть. Опять же, в иллюстрации Тересецкого здесь не все возвращаются, что было сначала. Сначала покупается козлик папой, ребенку потом козлик откидает кошка. И каждая фраза, каждое слово этой песни, оно несет, естественно, какое-то символическое значение. Символическое значение, растолкованное давным-давно и над ламудистами, и просто историками культуры. И если вам это интересно, сейчас просто зачитаю. Первое, что происходит, это козлёночка съедает, ну, вообще, что такое козлёночка? Козлёночка, по философским возрениям, это весь еврейский народ. Перенося эту историю на европейское сознание, уже с христианской точки зрения. Здесь, конечно, мы понимаем, это уже Христос, который продал, как бы, это как продолжение истории. И уже козлёночка, это весь, это именно Христос и народ уже христианский, который точно так же попадает под всякие искушения и, избавляясь от них, достигает совершенствия и приходит к Богу. Здесь, в еврейской трансферции, все немножечко по-другому, но не менее интересно. То есть, опять же, текст и символ здесь играет первоосновную, основополагающую вещь. Этим там и нам интересны. Этим и интересны, и не разгаданы, почему мы с таким интересом, опять же, смотрим. Потому что самого Шагала не понимает, почему он там летит. Зачем здесь этот козёл, а зачем здесь эта корова, и почему этот еврей залез на дерево и дует корову на дереве. А потому что шабак, потому что ничего делать нельзя, поэтому не ходить вообще. Лучше не ходить, лучше летать. Понимаете, получается, утрирование. Если мы не будем знать какой-то культурологической основы, как и литературизированной, то мы просто не будем понимать тогда, зачем вообще это всё это всё, зачем все это там угадали. А он, на самом деле, очень легко читается. Как я уже говорила, козлёночек – это веселейский народ, который получает вот эти несчастные перипетии в течение всей его длительной истории. Кошка – это Ассилия, это 1822 года нашей эры, когда Ассилия действует в своих интересах, обманным путём приглашает в Сибирь царя Иудейского, обещая, что мы всего лишь договоримся о том, как бы за это свидание, в итоге царь убивается, сын царя попадает в длительный, поожиданный плен, таким образом обманным, это первый ассилийский плен. Потом собака – это Вавилония, которая, как мы помним, Ассирию влачила, и в 586 году снабинитый Макудоносор пленяет. Израиль – это народ Бабилона, это время бабилонским, и по этому поводу существует масса не только литературных, но и музыкальных произведений, помним даже Опер и Верди, и другие книги, композиторы, я вспомнил, художественные произведения. Что у нас происходит дальше? Дальше бедную несчастную собаку побивает палка, а палка по значению – это Персия в 539 году, Персия вдвоём будет, значит, воинами и сражением Бабилон, то есть, таким образом, каждый народ, который пленяет Израиль, который негативно действует на народ Израиль, наказывается следующим более сильным народом. Сапа била палка, а огонь, который эту палку сжёг, это уже Македония, это Александр Македонский со своим юнистическим войском, который поглотил уже Персию, и далее, Рим – это вода, и далее, и далее, и далее. Я не буду вас уже утомлять, потому что это достаточно длинно. Здесь такая пафосная достаточно история, как мы её перенесём на ежедневную, повседневную жизнь, что каждое зло наказывается большим злом. Это абсолютно еврейская, абсолютно национальная трактовка повседневности и нравственных норм поведения. В язычестве мы это помним как око за око, зуб за зуб. То есть, каждое зло наказывается большим злом. И тот человек, и тот государство, или то явление, которое породило это зло, породит за собой ещё больших чудовищ. И нет этому конца и края, если его не было, как мы помним в нашей замечательной сказке, который отнимет Богу смерть и меч, только Бог, только то, что никак логически, глазами, руками невозможно потрогать, изменить, исправить то, что создало, то, что создаёт над вечное и мирное, только Он может остановить эту череду неудач и радостей. Дети, кстати, когда я разговаривала на эту тему с детками давным-давно, они всегда говорили о том, что вот я убил мужу, значит, она сильно журжала, и она была виновата. Но ведь это же, я же большой, тому же она мешала. То есть, в детском сознании, на самом деле, как в сознании древнего человека, очень ярко выключается. Это удивительно. И потом мы как раз в этот раз готовились к лекции. Я прочитала это сейчас у еврейских философов. Именно детское сознание, именно детское восприятие, именно дети об этом говорят. Потому что всё остановить невозможно, и всё равно зло будет наказуемо, но могут порождать другое зло, и нет. Это конца и края. И только высшее проявление добра, оно может остановить эту череду. Это, если говорить о, как я уже говорила, о религиозной части, о религиозной литературе. Естественно, сказки, песни, народ колыбельный у евреев, и у многих народов у колочка всегда будет присутствовать. И литературный герой коза, это мы вспоминаем. Самое известное, что он зашёл на Малейхо, заголдованный партноль. С большим удовольствием сейчас прочитаю маленькую цитату. Она приятная, она немножечко вас развеселит. Но мы помним, да? Вообще, что такое коза? Коза для евреи – это еврейская корова. Если нет денег на корову, молоко будет давать коза. И как раз вот здесь наши знаменитые герои заголовного. Герой разговаривает со своей... Жена героя отправляет в деревню Козадойфу, где, естественно, есть козы, они там лучшие. В семью, где есть две козы, с такими словами, сушьтесь, честно. Зачем человеку две козы, если вот другой нет, а половина, но он же живый. Иди, купи эту козу. Он как-то куплю эту козу, потому что чужая, нет ни удашь деньги, а против денег даже свиньи свинина будет. Скажи, как раз. И вся история приключений несчастного портного, они связаны с этой козой. Ну и здесь Шаламарик, он совершенно удивительный, замечательно, искрометно описывает торговлю героя книги Сипы Бейли-Рейза, которая, это самое, с дамой, как эти две козы, которые зачем ей две козы, как-то хватит ей одной, а других и половина нет. Значит, вы пришли страдовать у меня одной из моих коз? Так вот я должна сказать вам, дорогой мой, во-первых, я вовсе не собираюсь продавать козу, потому что давайте говорить на чистоту, зачем мне это делать? Ради денег? Что такое деньги? Деньги, они круглые. Деньги уходят, а коза остается козой. Тем более, это хая коза. Разве это коза? Это мать, я говорю вам, а не коза. Как она, не злаясь, легко доится? А сколько молока дает? И что она ест? Разве она ест? Разве ей болтушку и затрубить, а там солому с крыши? Но с другой стороны, если бы мне дали хорошую цену, заметьте, да, если бы мне дали хорошую цену, мне эта коза, она не хочет продавать, но ей бы дали хорошую цену, то я бы подумала, деньги, как вы говорите, пряма, за деньги ей другую козу можно купить. Хотя такую, как моя, ну как-то легко достать, разве это коза? Мать, а не коза. Ну что толку словах? Вот я приведу сюда козу, и вы сами увидите. Это тоже эта тема дитла бежит, она приносит эту козу, коза идти не хочет, в итоге она козу не приносит, приносит молоко, то есть продукты ее, а не только козу, то да. И тут мой партной отвечает, скажите мне, а какая его цена? Сколько, то есть, сколько добродетелей, я хочу сказать, сколько примерно вы, наверное, запросите за вашу козу? Если цена не сходна, то я ее покупать не стану. Знаете почему? Потому что нужна она мне, как пятое колесо. Да вот жена моя, типа Белли Ризе, дай ей Бог здоровья, заупряталась и кричит продающая. Она еще не хотела продавать козу, но она уже на ее вопрос по портному, когда начинает отказываться, начинает ругаться. Что значит, сколько? Назовите вашу цену, а мы послушаем. Одно могу вам сказать, слышите, сколько бы вы ни заплатили, вы покупаете по дешевке, знаете почему? Потому что еще она ее не продает, заметьте, но уже. Потому что если вы купите у меня козу, то будете иметь козу. Это как раз такой типичный пример национальной, очень-очень-весечковой такой торговли. И как раз про закладованную Портову мы можем обратиться, посмотрев на стенах замечательный, любимый мною карандаш Анатолий Львович Санку Глеба Глеби Каплана. Это прекрасная наша коза, она как раз все четыре, три иллюстрации подлинные, имеющие абсолютно музейную ценность. И сейчас как-то с рефректой посмотрите, они действительно стоят вашего внимания. Есть еще замечательная про опять же еврейскую корову, замечательный еврейский писатель Садзингер польского происхождения, подавляющая в Амбельску, даже Акшелуна Малифьевна, регуляция с Квасиком литературы, на его рядом в Амбельском премиуме в 2003 году он ее купил. Если хотите, я вам ее прочитаю. Она такая вануркальная сказка. И мы уже, прекратим говорить об иллюстрации, немножечко поговорим о висящих картинах. Мне-то как полтора минуты если меня позволить. На Хануку дорогу из местечка в город в наших краях обычно заметает снегом. Но тот год зима выдалась на удивление мягко. И вот-вот наступит праздник, а снега нет, как нег. И солнце печет, словно лето на дворе. Крытия не только головами качали, мало снега, не жди доброго урожая. Вот уже и молодая травка промиваться стала, все, даже скотину нас в пастбище выгнали. Для скринга Реумьяна год выдался хуже некуда. Долгом голову ломал, как из нужды выбиться, и решил наконец продать единственную козу злату. Злату это грейс Крина. Понятно, что злота это монета в Польше, в Волгарии злата называли, то есть такое золото. Понимаем, коза, золото, это уже некий символизм, и мы прослеживаем значение и смысл всего этого замечательного рассказа. Друг, опять, рассказ на песнях, то есть практически еврейское жердество, когда случаются чудеса. Зима, мороз, чудеса, елка, рост, желание сбывается. Другой вопрос, что она была стара, и молока давала капли, но Фавел местник из города согласился дать за него судьбу. Но праздник плохо? Доход, конечно, невелик, но все же можно и хунукальные свечи купить, и масло для оладьи, и подать детям, да и в хозяйстве чего-нибудь. Сами знаете, на праздник только раскошеливайся. Вот и велел старшему сынишке Арону отвезти козу в город. Хочу заметить, что в еврейской традиции шаббат и праздник, даже если ты беден, даже если тебе нечего есть, ты должен сделать хороший стол, максимально хороший стол, чтобы угодить Господу. Это как бы выполнение заповеди, то есть седьмой день для Бога. Арон был парнишком смышленный и понимал, какая судьба скотинею готовит. Но жалко ему было козу. Лея мать мальчика и та слезу кратко смахнула, услышав нужные нарешения, а сестры Ханны и Мириам те прямо от голоса ревели. Ну разве можно отца ослушаться? Натянула Арону латаной пальчишко, нахлобучил шапку с ушами, обмотала в руку и дешеве веревку, взяла дорогу два куска хлеба с сыром и отправился в путь. К вечеру мальчик должен был доставить козу в город, переночевать в муссняка, а на следующий день с деньгами вернуться домой. Коза стояла мирно, так как раз мы можем посмотреть вот с левой стороны. Коза стояла мирно, пока домашние прошались с ней, лишь бородой трясла и даже резнула рыве на руку. Злата привыкла доверять людям и не ждала от них подвуха, ведь она всегда всегда ее кормили и не причиняли зла. Когда она вывела Злата на дорогу, что вела в город, коза удивилась, вкус был ей в новинку, она то и дело поглядывала на мальчика, словно хотела спросить, куда ты меня ведешь? Руд постепенно успокоилась, решила видимо, что скотине не пристала задавать вопросы. Все по дороге и было незнакомо. Они шли чужими полями, проходили чужие пастбище, вдовеки виднелись так чужие дома под соломенными крышами, с оборудованием оселся собачьей ракуай пару раз, какие-то шальные псы пускались за ними вслед, ну а Рон отгонил их палка. Когда они выходили из деревни, светило солнце, но вдруг погода в раз переменилась. Обратите внимание, совершенно андерсоновская история. начинается. Да? Какое-то такое чудо-испытание, с которого, как мы помним, герой Артельсона и других известных нам с детства литературных произведений приходят победителями. Вот здесь интересно, вы видели победителей мальчика-ару. Большая и синечерная туча показалась на востоке и быстро заволокла все небо. Поднялся ветер, вороны с громким каркарнем загружили над самыми головами путников. Поначалу казалось, что падет дождь, но из тучи пасы был грак, словно летом. То есть, понарастали, да? Опять же, в сказке о козочке круг кружится, как по спирали, все страшнее и страшнее. Хотя было еще раннее утро, в миг стало темно, как ночью, вскоре грасмелся снегом. За свои 12 лет Артельсона видел всякую погоду, но подобного снегопада не помнил. Снег валил так пусто, что затянул белой пеленой все вокруг и скрыл даже солнце. Вскоре дорогу совсем занесло, и без дорогу она была узкой, извилистой, а теперь мальчик и вовсе с пути сбился, задул резкий холодный ветер, пайкишка урона была старая, и мороз пробирал до костей. Поначалу зло, она, казалось, не обратила внимания на перемену погоды. Она тоже прожила на этом свете 12 лет и знала, что такое зима. Но когда ее капотицы все глубже и глубже стали проваливаться в снег, коза принялась оглядываться на Аарона и мягкий взгляд словно говорил, что он изныгнул из дома в такую непогоду. Аарон надеялся, что им повстречается на дороге к крестьянской погоды, но за весь день никто не проехал мимо. Снег становился все гуще и гуще. Он падал на землю огромными, кружащимися хлопьями. Аарон почувствовал под ногами мягкую пашню, он понял, что они сбились с пути и идут теперь по полю. Мальчик уже не мог разрешить, где восток, а где запад, где остались деревни и в какой стороне город. Бетер был и стонал, крутились снежные вихры, словно белые висят, затеяли в поле и врус пятнашки. Снежная позелка заметала все вокруг, злата остановилась. Она не могла идти дальше. Коза уперла с копытцами в землю и умоляюще заблеяла, словно просилась назад домой. На ее бороде померзли белые льдинки, а рога, зенди, верят мороза. Аарон старался не думать о грозившем опасности, но понимал, если они не найдут пристанище, то наверняка замерзнут. Нет, это была необычная метель, а настоящая буранка. Снегу навело уже по колено, рук мальчика отученили, а пальцев на ногах он совсем не чувствовал. Брень и злата все больше походили на плач. Люди, которым она привыкла доверять, заманили ее беду. Что осталось сделать? Аарон принялся молиться за себя и за невинную скотину. Вот он начинает валиться и происходит уже изменение. Вдруг мальчик разглядел немдалеке какой-то холк. Что бы это могло быть, когда успела намести такой большой сугроб? Подошел он поближе и козу за собой потянул. Оказалось, это высоченный сток снега, весь засыпанный снегом. Аарон сразу понял это спасение. С большим трудом он разжил снег. Недаром был крестьянский сын, знал, что делать. Закопавшись до сена, мальчик сделал в нем низдрот для себя и козы. Он понимал, что как бы не заевала метель снаружи, в стоку всегда тепло и сухо. К тому же сено отличный корм для златы. Почуешь знакомый запах, коза потянулась к сену и принялась жевать. То есть она начинает жевать и таким образом у них появляется этот вход в этот замечательный сток, который является и едой, и спасением, и домом. Опять это абсолютный символ. Все в принципе в искусстве первого, третьего, двадцатого века. Без символизма там было невозможно. Снаружи продолжал воевать снег. Вскоре он снова замел сток, скрыв лаз, проделанный Аароном. Мальчику козе надо дышать, а тут под снегом и задохнуться можно. Аарон проделал соломить снегу окошко и внимательно следил, чтобы его не засыпало. Злата наелась досыта, села на задние ноги. Не вернулась прежней добереть к человеку. Аарон съел два вкуса как греба с сыром, но лишь слегка заглушил голод. Уж больно, умаясь он в дороге. И вот тут происходит первое чудо. Помните, коза перестала давать молоко. Причем несчастные родители ее отдают на укол, чтобы что-то какое-то пользование получить. И вдруг, именно в ужасном состоянии, в состоянии такого катарсиса фактической смерти, вдруг мальчик посмотрел на козу и заметил на буршее вымя. Он лег после козы так, чтобы молоко при дойке попадало ему прямо в рот и потянулся с отцов. Молоко было жирным и сладким. Злата, хоть и не привыкла к такому обращению, сидела смирно. Казалось, ей хочется отблагодарить мальчика за то, что он спас ее от неминуемой гибели. Нашел чудесное убежище, близ все, пол, стены, потолок сделано из душистого, вкусного стена. Такое преосуществление, он спасает того, кого несет на убой. Да, такая отсылка к библейской истории к самому началу. И она тут же тебя дает, спасает тебя. Такая постоянная связь. Как зло за слот, так добро за добро. В крохотное окошко Арон видел, как беснуется снаружи непогода, а ветер перегонял огромные волны снега, тьма была, хоть глаз выкали. Мальчик не знал, но сели наступило, или просто тучи совсем закрыли солнце. Слава Богу, с того было тепло и сухо. От травы полевых цветов пахло солнцем и летом. Злата то и дело принималась жевать. Она выхватывала к лучок то сверху, то снизу, то справа, то слева. Ответила, что живое тепло, и Арон старался прижаться к ней посетнее. Мальчик всегда любил козу, но теперь она стала ему как сестра. Он был один, и ему хотелось с кем-нибудь поговорить. «И что ты думаешь, Злата, о том, что с нами приключилось?» Завел мальчик разговор с козой. «Ме-е-е-е-е», проверила Злата. «Не отвечай, этот стук сен. Мы бы наверняка замерзли в чистом поле». «Ме-е-е-е», отвечает коза, «Я тебе итак скажу, если снег не прекратится, нам придется просидеть здесь несколько дней». «Ме-е-е. Да что ты все «ме-е-е» да «ме-е». Отвечай толком. «Ме-е-е-е-е-е». Ну, я так «ме-е-е-е», поступила Арон, хоть ты бессловесная тваря и все понимаешь, что нужно мне, а я нужен тебе. Ведь так? Ну и когда, естественно, отвечает мне, Аарон стал плавить в сон. Он сделал себе подушку и сено и уснул. Злата тоже вздремала. Теперь слушайте дальше. Когда мальчик открыл глаза, то не мог понять, но сейчас или день. Снег забил окошко, а Аарон попробовал было расчистить его заново. Раскопал снег на длину своей руки, но так и не пробился наружу. А снег все шел и шел. Ветер выл на разные голоса. Иногда в бою ветра мальчику чудился дьявольский смех. Злата тоже проснулась, а Аарон погладил ее, и она ответила на благодарное мне. Да, поздний язык составил заново единственного слова. Сколько оно могло выразить. Казабу-то хотела сказать мальчику, что Бог дает надо принимать с любовью. Жару и Бог. Голод в насыщении, свет и тьму. Аарон снова проголодался хлеб сырым. Он давно уже съел, но молоко у Златы не переводилось. Три дня провели мальчика Казабу. Три дня, да? Это, опять же, сакральное и для Дангуда, и для Нового Завета, и для новых религий, такое европейское слово. Три дня, за три дня, мы помним, умирает, и на три дня воскресает спаситель. Три дня пророк проводят в блюевую китай, мы помним, это постоянно повторяющийся, сакральный смысл. Три дня, когда мы просидели, получается полное осмысление, перерождение этой Казы, и, естественно, отношение ребенка к Казе. Снег шел три дня, впрочем, на второй день он был уже не таким густым, да и ветер поутих. Временами Арону казалось, что лета уже никогда не будет, что всю жизнь, сколько он себя помнит, шел снег, и что у него Арона нет ни отца, ни матери, ни сестер. Он, сын снега, родился в снегу, и Злата тоже. Строгу было так тихо, что даже в ушах звенело, а Арон и Злата проспали всю ночь, и больше частя. Возьмя Арон мечтал о теплых деньках, ему снились зеленая луга, цветущие деревья, прозрачные ручки и птичьи пения. На грехе ночь снег перестал, но Арон боялся, что в темноте не отыщет дорогу домой. Постепенно небо расчистилось, и выглядела луна. Покрыв снежные равнины с ревристой сетью, мальчик разрос снег и выглянул наружу. Перед ним лежал белый, безмолвный мир, исполненный небесного покоя и благодати. На гробных звезд, казалось бы, рукой подать. Луна пыла по небу, как по морю. Утром четвертого дня Арон услыхал звон бубенцов. Саня, догадался мальчик, значит, дорога недалеко. Возница указал ему дорогу, но не в город, к Вестюкру Паеву, а домой, в деревню. Сидя с того, Арон решил, что ни за что не расстанется с Влады. Родители Ароны и вся деревня искали мальчика и козу, но метель занесла следы. Люди думали, что они сгинули навечно. Мать и сестры стали воплакивать Арона, но отец лишь хмурился и молчал. Вдруг прибежал сосед и сообщил радостную весть, когда в деревне шествуют на Арон и коза. Ну и обрадовались все. Арон рассказал дому, как нашел стог, и как Злата три дня поюрила своим молоком. Узлакала, эти сестры принялись целовать и обнимать козу, приготовили ей особое угощение, нарезанную морковь и картофельной очистки. Злата все съела, тоже ведь проголодалась. Никто и подумать не мог о том, чтобы ее продать. К тому же наступившие холода... А картофель поворачивается, да? Он спасает козу и все вокруг начинает выполняться в молодеянии. Это капец символизм, причем символизм сказки, символизм литературной философии его. Никто и не мог подумать, чтобы ее продать. К тому же наступившие холода оказались корняку на руку. Тебе и сельчанам вновь понадобились его услуги. Так что на хану куба Маарона каждый день могла печь картофельные оладьи, даже Злата доставалась. И хотя у козы был свой загончик, она часто приходила в кухню, стучала с родами в дверь и просилась в гости. Ее всегда с радостью пускали. По вечерам Аарон, Мириам и Ханна играли в дреду. А Злата грелась у печки, смотрела на детей и любовалась под конукальные свечи. Иногда Аарон спрашивала, помнишь, Злата, как мы хоронили второй старуху? Казачья сам родами бук, мотала бородой и тихонько влеила. Всю свою безмертную любовь она умела выразить единственным меем. Вот такая замечательная история, которая иллюстрировалась и, как я уже говорила, и Анатолием Капланом, и есть сказка про кодочку и подобную, иллюстрированная Миром Аксель Родом. К сожалению, всего ряда графического привести было на маленькую коллекцию невозможно, но я думаю, что эту историю мы еще продолжим, и я сделаю более насыщенную выставку, использовав и графику, и литографию художников первой половины 20-го века, которые обращались к этой теме. Здесь висит замечательная еще работа. Это 20-е годы, но я думала, что коза и фантастические животные в литературе и искусстве как-то связаны. Я не побоялась, принесла маленькую литографию Абаховского, художник, конструктивизм и конструктивизм и близкий к Кругу Малевичу, но как раз еврейский единорог. Фантастическое животное, это же известно нам со средневековой литературой и живописи. Я считаю, что на этой параллели мы можем закруглить с моим повествованием и предлагаю вам получить удовольствие от просмотра картин. Если есть какие-то вопросы, я на них с удовольствием отвечу, если смогу. Вот, собственно, и все. Спасибо. Ну, вопросы? А, я вам расскажу немножечко, что у нас здесь. Как мы в самом начале, вот эту замечательность коллекции Вадима, копии и литографии Эли Лисицкого. Здесь такая замечательная каза с этим именем, который мы просто прослушали у Исаака Зенгера. Это замечательный еврейский художник, живший в Советском Союзе, одессит, мученик фраермана, Иосиф Островский. Я занимаюсь его наследием. Он действительно еврейский художник. Не художник еврейской национальности, а именно еврейский. То есть он был религиозным человеком. От родителей воспринимает культуру народа и своей живописи. Обращается к быту, к иллюстрации еврейских молитв, еврейских сынов. Как раз вот каза здесь является таким символом пасхальным, о котором мы и говорили. Немножечко в лоб, немножечко наивно, но это как характерная черта 80-70-х годов, когда сознание в Советском Союзе было художественное, было в активной фазе, но знания культурологические и художественные были закрыты тем самым железным занавесам, к которым мы сейчас так стремимся. То есть выставок не было. Увидеть это было практически невозможно. И скорее это такое интуитивное желание художника передать некие сакральные и исторические знания. Чего не сказать о работах Лисицкого и Котлана, художника, который вышел из культуры видиши, из культуры еврейской, который препятствовал знанию и литературу, и религию. Ну и которые помнят быт, у Шерчева Штайдла. Замечательная вещь, маленькая индейская сказка о козочке. Мэра Ксиро, вот у нас это написано военное имя в Ташкенте. Можете посмотреть, девочка с дудочкой с козочкой идет. И совершенно другое, это Саламон Русин с Вайхазой, фантазийной. Я думаю, что этот художник Петербургский был знаком и с Оревхевым, и с Васми, но стоит особняком во всей Ленинградской художественной школе. Сейчас он живет в Европе. У меня есть несколько листов его. Надеюсь, что за время доехать до него в гости и привести сюда какую-то выставку. Если, конечно, ничего не изменится в плохом смысле с нашей политикой и экономикой, все в себя запирается. Но потом я такие планы, потому что художник удивительный, смотрите, такой экспрессивный, вечно написанных в 80-е годы в Ленинграде. И вот опять же в отличие от Каплана и Лисицкого, и того же самого Шагала, о котором мы с вами сегодня говорили, у него это абсолютно интуитивно. Это идет просто национальный, от вибраций. Ничего не о смысле идет. Никакого осмысления нет. Почему-то хоза. И почему-то захотелось. И еще одна замечательная вещь. Вот здесь, в миссии, в Матуре Каплана, в 60-е годы, серия Каплелутка, какая-то фантазийная деревня. Ну, так как ушел маленько Лукозадорец, тогда мы помним с вами, какой-то шемпионный родной Рогачев, белорусское местечко. И, естественно, есть с козами, как поселки. Хоза против солянной трибуки. Жизни, быта, и, как я уже говорил, религиозных валютных. И заголовный, титул заголовного, как я говорил, это очень настоящий. Это значение, это титул знаменитого, наверное, заголовного партнерного, который был, абсолютно делал, с фитографией, такие знаменитые, так любимые традиционеры, с такого замечательного листа начинал Каплан, он сейчас синтезирует. И здесь, как я уже говорил, сейчас Каплан, и еврейские художники, естественно, обращаются к традиции. Видите, как на Моцеле, как на Натоге, мы видим рамочку, вот мы видим рамочку на сакральных тканях еврейских синагоги, и птицы, которые являются тоже символами, где-то были символы профессии, на каких-то надгробиях, например, на Украине, это символы девицы, а, по-моему, чешские евреи использовали символы ткачей, чтобы его покутать. То есть в разных областях это были разные символы, но как бы птицы, животные, ордаментальные, алисонки, алиптицы, все, как я уже говорила, это все зря. Вот это на пункте. Кстати, у Каплана есть совершенно замечательная вещь, которая называется «Черная свадьба», это уже не про Казо, а про Северные, которые настолько являются яркими и в то же время значимыми вообще как бы для изменения сознания художных, для изменения сознания целого народа, когда уходит поколение и на смену ничего уже не придет. «Черная свадьба» это иллюстрация к фишке хрономы, это история про нищих, музыкантов, артистов, которые скитаются, у них было местечко с местечку. Существовала традиция, если начинается эпидемия, надо сделать свадьбу, поставить хуклу и сделать свадьбу на кладбище. И тогда эпидемия уйдет. На это можно согласиться только самые нищие, самые бедные люди. И как раз в Фишке храму, вот эта свадьба, это влюбленные, соглашаются делать на кладбище, но делать здесь не по произведению литературным, а то, как это Каплан показывает. Опять же, семантик меняется, трансформация, меняется этот текст, который, как я бы выразил, является каркасом, является толчком и первоосновой абсолютно самостоятельного произведения. Удивительная литография, удивительная картина. Жалко, что я ее не принесла, но я думаю, что как-нибудь все-таки узкопланово сделано, я ее покажу. Размождение камней на гробах. Купа уже на заднем плане. Купа – это такой бед, в котором две юрики приходят жениться к нам. А самое главное, это, естественно, первый дневник здесь похоронен, и не имена людей, а Аллаф, Алиф, Бер, и все имена грейского алфавита. Этой работой даже художник часто неосознанно показал эту закрывающуюся завесу за целым миром. Люди уходили, умирали, носители этой традиции, носители этой культуры исчезают и растворяются, забывали язык. И не было к этому возврату. Все это было похоронено. С другой стороны, это упой, который приведет к тому, что эпидемия закончилась. Ставится мир и зло будет наказанной той самой рукой, в которой написано в этой замечательной песне, которая придется в последнюю минуту. перезаянной и все. Уже закончился. Людмила, украды же, Ревшилович, что ты делаешь? А, замечательно совершенно. Это, замечательно, видите, он держит еще корону здесь, это же армайк, это, я не могу здесь сказать почему-то. Гаврит или король лив? А? Гаврит или король лив? Король лив, конечно. Я думаю, король лив, причем король лив в голове, это никакого отношения к стимативному произведению не имеет. То, что он опять, как я и говорила, тот самый адмит, который в еврейском сознании европейского языка, который все-таки перемешивается с христианской традицией, Агнес, ведущий на закладе, Агнес, который у вас и сам сына своего несет на эту, на набору, чтобы провести убийство в угоду Бога. И вот он здесь сам адмит. Он здесь сам королевством собой, дочерни, всех. Его растерзали с этой короной. Это хрупко, это опять, то, что художник может показать как я уже говорила семантически на листе. Часто они сами не осознают то удивительное сохранение божественного значения дочерственного произведения. Это же по-еврейски в результате сказано, что художник стерляет хаос, не понимая этого. Надеюсь, я вас не сильно надела. Очень интересно. Спасибо большое. Вопросы есть какие-нибудь? Сливаться. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.